Строительство Театра Кукол уже идет полным ходом. Это один из тех долгостроев, которые удалось сдвинуть с мёртвой точки. Благодаря поддержке правительства Российской Федерации мы получили полный объём финансирования для завершения работы. До сих пор, напомню, он строится в Кускаме, год в год выделяя финансирование для того, чтобы поддерживать строительство. Сейчас завершение строительства завершено на 2024 год намечено. Я поставил задачу строителям и всем ответственным службам перепроектировать план работы всем, чтобы он был завершен в 2023 году. После этого я буду обращаться в правительство Российской Федерации с просьбой переглинуть выделение средств тоже влево для завершения объекта в 2023 году. Это важно, потому что объект востребован. Мы все знаем, в каком страшном состоянии находится действующая здание Театра Кукол. Оно по большому счёту аварийной, непригодной для эксплуатации. И, конечно, все жители города с интерфейсом ждут введение вход в строй этого ключевого для детей, для подростков, для молодёжи объекта. Я хочу напомнить, что площадь этого объекта 10 тысяч квадратных метров – это примерно в 10 раз больше, чем действующий Театр Кукол. И это будет не просто здание под существующий коллектив, заслуженный, легендарный для Камчатки. Это станет центром творчества для детей, где будут размещены другие театральные коллективы, детские студии творчества, театральные студии, развивающие кружки. И это здание станет центром предъявлений для детей и молодёжи всего Театра Кукол и Камчатки. Мы договорились, что после закрытия контура теплового уже в октябре-требре этого года, работа продолжится в круглогодичном режиме. Ещё раз повторюсь, поставил задачу, чтобы к концу 2023 года работы были форсированы. Сейчас буду ждать скорректированный план график выполнения работ для того, чтобы провести работу с Российской Федерацией и передвинуть выделение средств на более ранний срок. Правильно, я хочу напомнить, что средства в полном объеме были выделены благодаря поддержке правительства и благодаря усилиям, которые мы все вместе, общей командой, вместе с Ириной Антонией Яровойцем, поддержкой председателя правительства Российской Федерации, председателя Совета Федерации, Владимир Иванович Материенко добились. И, конечно, это большой, большой результат, который в ближайшее время должны ощутить уже все жители Папаулы.